всем привет на канале удача вам сегодня я хочу с вами завести новую рубрику под названием нам пишут почему потому что вставлять комментарии людей зрителей пользователей которые может быть подписчики может быть просто проходили мимо увидели это видео и посмотрели в те тематические видео выпуски в которых мы говорим допустим о миграционной политике о мигрантах о беженцах об экономике или немецких политиках о том какие они замечательные люди что в цирк даже не ходи кстати по поводу цирка вот многие говорят что у нас правительство вообще супер-пупер цирк не ходи многие правители обижаются на то что их обзывают цирком и клоунами но скажите разве вы где-нибудь видели цирк с квадратной крыши не а вот в германии как раз бундестаг он с круглой крышей как цирк шапито но это так отступление и поэтому я чтобы отделить одно от другого хочу завести вот эту вот рубрику будет она у нас время от времени появляться и назовем ее как я уже сказал ранее нам пишут сегодня хотел бы рассмотреть два комментария один комментарий мне оставила женщина где-то около месяца назад или что-то чуть больше под одним из видео в котором я говорил о том что в советском союзе так вот ненавязчиво в школах учили антисемитизму учили тому что израиль в первую очередь государство нехорошее скажем так и вот она мне сказала что вы знаете я дико возмущена вашим вот этим вот высказыванием потому что я сама заканчивала советском школу в советском союзе школу и институт и я нигде не в школе не в институте не сталкивалась с антисемитизмом не сталкивалась с тем что вот ненависть к евреям или ненависть к израилю это в какой же школе учились вы я учился тоже в советском союзе в школе но никто не говорил за учителей этого открыто я где-то еще по моему в прошлом году в прошлом году после того когда хамас начал свою тут ужасную человека ненавистническую вот эту операцию против края в одном видео я уже говорил поэтому сейчас повторюсь опять я не буду его искать на канале при желании можете его сами найти я пошел в первый класс из первого класса по третий класс у детей в начальной школе всегда был один и тот же кабинет так вот у нас в кабинете как только входишь в класс с правой стороны рядом с доской учебной висел плакат на этом плакате были нарисованы какие-то бедные люди убегающие от танка на танке сидят ухмыляющиеся милитаристы и стреляют по этим людям ну пока ты в первом классе читать еще я допустим читал по слогам как только пришел в первый класс другие кто в садике буквы изучал и так далее но со второго класса уже начинаешь читать этот плакат и задумываться надо же какие бедные люди причем этот плакат был нарисован достаточно профессионально что же было написано на плакате вот у тебя есть дом у тебя есть семья у тебя есть крыша над головой ты ходишь в школу ты кушаешь ты пьешь чай а у бедных палестинцев нет своего дома злые израильские милитаристы выгнали бедных палестинцев с их земли и выгоняют их дальше вот и все достаточно такой простенький неброский плакат который в неокрепшем мозгу советского ребенка маленького школьника начинает проявлять скажем так чувства отрицательные государству израиль ребенок даже еще в то время возрасте 7 8 лет на карте это государство показать не может он еще и не знает что такое география но он уже на подсознательном уровне начинает понимать что бедным палестинцам надо помогать а потом когда у нас показывали по программе время время от времени от такая тавтология визиты героя палестины ясера арафата в этом клетчатом платке и с револьвером на бедре все женщины особенно учительницы у нас в школе какой какой мужчина какой волевой мужчина неужели других мужчин не было оказывается это тоже было вот так вот как бы воздействие на подсознание при помощи таких вот неброских плакатов каких-либо статей в газетах или еще что то почему я так вот говорил в том видео его сейчас повторяюсь вот именно на комментарии вот этой женщины которая сказала что не было прививание антисемитизма в советском союзе как же рассказывайте дальше у нас в классе было два еврея в классе один был причем еврей румынский еврей его звали славик частный завод славик он до сих пор живет и дай бог ему здоровья он очень сильно всегда переживал что не дай бог кто-то из одноклассников вдруг прознает что у него папа еврей а поработал обычным строителем забивал сваи грязная тяжелая работа но он работал всю жизнь этим строителем мне выбился он в музыканты в композитор или ученые и этот парень очень тяжело переживал по секрету всегда буквально там двум трем человекам рассказывал что если вы где-то не проболтаетесь я вас всех тут блин не знаю изведу но естественно друзья школьные друзья никогда такого не делали это только вот один из этих случаев в другом классе у нас были ребята которые страдали из-за того что у них фамилия допустим как же одного бронштейн по моему фамилия была у парня он вынужден был доказывать всему классу и учителям что он учится лучше чем остальные хотя он получал тройки и максимум четверки но потому что вот так вот такое вот было отношение в школах ненавязчивое ненавязчивое но воздействие на подсознание поэтому когда люди пишут что в советском связи такого не было да вспомните шестую графу в паспорте которую потом в конце 70-х годов отменили вспомнить эту графу и не будете мне рассказывать что было а чего не было ладненько с этим комментарием мы закончили буквально недавно у нас тоже под одним видео в котором я сказал что ну если хамас и хизбалла напали на израиль то почему израиль не имеет права дать ответ ракетный и хамасу и хизбалле нашелся один человек который сказала почему бы не называть израиль государством террорист почему его называть таким словом во первых разве иудеи израильтянин нападали на хамас нападали на ливан или угрожали ирану расправой уничтожением всей страны в течение определенного срока вроде бы нет это иран угрожал израилю это хамас постоянно нападал это хизбалла постоянно обстреливал и до сих пор обстреливают а почему нужно называть израиль государством террорист этот человек который мне вот это написал скорее всего ну я не хочу грубо выражаться скорее всего этот человек зомбирован российскими средствами массовой информации телевидением газетами радио интернетом потому что когда такое человек произносит значит уже понимая что но достучаться до зачатков разума в голове этого человека достаточно тяжело доказать ему обратное во многих случаях очень тяжело да практически невозможно но вот вам пример хорошо опять же пример он предлагает назвать израиль государством террорист ну давайте мы тогда всех онкологов лишим лицензии дипломов запретим им врачебную практику и посадим их всех за решетку только за то что онкологи пытаются бороться с раковыми опухолями в организме человека может быть все-таки раковая опухоль это хорошо может быть это хорошо а вот онколог врач который пытается уничтожить эту раковую опухоль он убийца давайте мы его посадим в тюрьму лишим его лицензии навсегда что же он издевается над такой бедной опухолью может быть она даже не опухоль может она мягкая и пушистая чувствуете какой абсурд в этих слова да чувствуете так вот то же самое человек предлагает сделать с израилем израиль пытается уничтожить организации признанные террористическими во всем мире и вдруг находятся люди которые все еще уверены в том что не 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 хамас это классные ребята хизбалла это вообще красавчики а иран у иран это блин это свои это арийцы это пацаны это с ними просто целоваться в десны так говорили в конце 90 годов а вот да вот израиль нужно нужно его наказать потому что государство террорист где мозги у этих людей где вообще интеллект у этих людей когда они такое произносят один мне человеку сейчас третий комментарий кто-то мне написал живущие тоже здесь в германии но человек не поверил в то что у меня дома нет ни российского телевидения не российского скажем так интернета хотя в интернет можно свободно зайти и там почитать но я захожу только на фейсбук мне этого достаточно читаю некоторые локальные сайты немецкие и все youtube facebook нет у меня ни российского радио не российских газет ни тем более российского телевидения ну как вот вам объяснить как вам это доказать но человек этот не написал так шо ж ты блин зомбированные то русскими сми вот потому про вас так все и говорят в российских телеканалах что вы в германии сидите и халаете хомячков блин с чего ты взял так по телевизору так говорят все российские телеканалы а я и не знал что мы едим тут хомячков оказывается в российских телеканалах знают больше чем мы о себе там говорят что у нас тут газа нету вообще вот нет газа совсем российский газ нам отключили да нам отключили газ российский из-за этих санкций теперь у нас есть другой газ который мы покупаем через киргизию через индию сжиженный газ а в индию и в киргизию этот газ поступает из россии но денег хватает чтобы не купить еще бы не купить покупаем вот тот газ так что с газом вопрос решен до российского газа нет но есть киргизско-российский индийско киргизско-российский газ есть все-таки нас есть есть не переживайте зимой не замерзнет а вот то что с хомячками но я не знаю кто из телеведущих из россии вот это сказал что мы тут едим хомячков там 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 живут ну блин хомячок ну чё там жрать то блин а ну просчитались эти телеведущие российских телеканалов мы хомячков не едим мы едим копченых свинок морских они пожирнее будут они жирненькие такие они пищат такие классные кстати перуанцы нас научили есть морских свинок они вкусные говорят попробуйте вот особенно тем телеведущим российских каналов которые утверждают что в германии население ест хомячков я рекомендую попробовать поесть морских свинок а потом поделиться впечатлениями и опытом от поедания такого деликатеса ну что я вам могу сказать когда-то я может полгода назад муж год назад говорил о том что в россии вот не обижайтесь но это правда правда она грязная она на горькая она колючая но она правда у вас в россии сейчас что дешевая водка дешевая водка дешевая закуска а вот продукты первой необходимости хлеб молоко мясо и так далее это уже немножко цены повыше ваше тоже цены растут не так как у на у нас тут инфляция вообще блин у нас тут такая инфляция вот у нас весной например литр бензина у 95 бензина стоил почти 2 евро весной а сейчас инфляция постоянно поднимается ну там российские ваши телеведущие знают да это я все еще в нашей рубрике остаюсь нам пишут это комментарий вот этот про хомячков что мы едим ваши-то телеведущие в россии знают что у нас тут инфляция цены поднимаются как не знаю вот я вот сегодня вот только сегодня ехал с работы заправил машину я говорю весной у нас бензин был евро 98 это 95 лучшие дни евро 98 2 10 такие вот цены были а вот сейчас я заправился за евро 71 дикая инфляция грубо говоря вот на 40 копеек дешевле по цене с тем с ценой 210 куда смотрит инфляция почему цена такая низкая на бензин сегодня стало объясните я не понимаю ну и конечно же вот такая вот ерунда когда людям объяснять людям вливают какую-то ерунду в уши и они в это верят а верят почему потому что вам показывают какие-то мыльные сериалы какие-то глупые бессмысленные сериалы молодежные с матом с нецензурной бранью с какой-то дрянью гадостью вы сидите хохочете попивая дешевое пиво попивая водку с чипсами блин я не фу это да вообще ужасно потому что это дешевое это дешевое я не говорю про всех я говорю в отдельных случаях и естественно когда после таких сериалов после очередного распития алкоголя начинается выпуск новостей говорят в германии наступила сильнейшая осенняя катастрофа в германии температура воздуха опустилась до 9 градусов ночью люди замерзают вынуждены чтобы согреться срывать шкуры с хомячков и одевать их себе на голову ну бред полный а ведь вы верите вы верите потому что вам постоянно изо дня в день вливают эту гадость эту ложь в уши неужели вам тяжело у вас же у каждого есть интернет неужели вам тяжело допустим войти на тот же портал шпигель . de или di welt . de включить там любую статью нажать на перевод на русский язык и почитать прямую информацию сейчас же не советский союз когда советский человек находился за железным занавесом и питался только той информацией которая выходила из газеты известия правда труженик там какие еще красная звезда блин советский спорт комсомольская правда пионерская правда там районный вестник там еще что-то еще что-то не было возможности да было кстати газета morning star она была на английском языке вся начала до конца продавалась киосках она стоила в советское время по моему 35 копеек что-то такое но печаталась эта газета блин советском союзе с отсылкой на якобы западные средства массовой информации это было для некоторых людей типа как отдушина для тех кто умел читать по-английски конечно это было как бы отдушиной вот я знаю что творится в мире да ничего вы не знаете что творится в мире вы знаете только то что вам говорят ваши телеведущие я как-то в одном видео упомянул скобеева и вот этого как его соловьёва ну кто-то сразу мне кто-то написал о теперь понятно откуда у тебя такая пропаганда ты их слушаешь ты их смотришь господи повторяю еще раз у меня нет ни российского телевидения ни желания смотреть это телевидение через интернет у меня другие интересы у меня другие дела у меня другие заботы у меня другая работа и забивать свою голову какой-то ерундой я не намерен вот я хотел сегодня вот так как сделать пробный выпуск с такими вот комментариями первый комментарий про то что в советском союзе не прививался с малолетства антисемитизм это все провиски империалистов второй комментарий о том что почему бы не называть израиль и государством террорист я тоже привел пример с раковые опухоли и онкологами ну и третье о том что комментарий что вот человек смотрит российские лететь телеканалы и своими глазами и ушами видят и слышать как там говорят что мы здесь германии помираем с голоду поэтому вынуждены есть хомячков знаете 83 с половиной миллиона человек если даже в день съедать по хомячку столько хомяков на земле не найдется хотя бы на месяц да я понимаю не плодятся как мыши но все равно столько много не будет ладненько такой вот нас сегодня с вами получился выпуск не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями оставить свой комментарий может быть вопрос рекомендацию по улучшению вот этой вот рубрики нам пишут ну и конечно же по традиции не болейте будьте здоровы всем удачи пока